Ну, по крайней мере, в частности, в главном повторимся. Все очень просто. Война – это не кто кого перестреляет, а кто кого передумает. Раз, два. Если ты сталкиваешься с противником, даже с которым слабее тебя, то имеет смысл постоянно заботиться о том, что ресурсов у тебя было больше, но поменьше. Вопиющим идиотизмом является создание ситуации, когда ресурсов у противника прибавляются, а к тебе они не приходят, хотя могли бы прийти. Это ровно то, чем занимаются. Каких войн, вы сказали солдаты, прости Господи? Украина? Я ненавижу это слово «информационная война». Я считаю, что война может быть либо настоящей, либо никакой. А все остальное – это булшительник. Это люди бегут от настоящей войны. Есть информационная война, но только надо ее уметь воевать. Специалистам по информационной войне я знаю ровно. В Украине ровно трех настоящих специалистов, которые хоть что-то в этом понимают по-настоящему. Приписывают к информационным войскам себя все, но... Ну, вы понимаете, да? Так вот, я сейчас наговорю очень много болезненных для моих соотечественников слов, после чего очередная волна хейта накроет. Деньга на два, на три в социальные сети. Да, и этого нельзя будет не радоваться. Так вот, проблема Украины в том, что она жутко провинциальна. Только я говорю не как человек, который со стороны там судит, там, со строна как бы, да, о провинциальности. Я говорю, мы провинциальны. Но эта провинциальность в мирное время, она как бы, ну что ли, была более-менее под уздой контролирования. И вот во время войны она вырвалась просто неконтролированно. И вот эта вся публика, которую в приличном обществе не пустили бы на порог, она почувствовала групповую правоту. Групповую правоту. Потому что каждый сам по себе это щипанный петух, которого опустили в кипяток, достали и поставили. Они не выдерживают пяти минут нормального разговора. Я уже не говорю про какую-то аргументацию, тем более публичную аргументацию и так далее, и так далее. А вот группой, да, группой, они как бы там, они гуртомы батьковых шабыт, они групповую причастность, как на стадионе испытывают, и думают, что вот это многоголосное чудовище, которое орёт, это и есть каждый из них, и каждому из них лично принадлежит этой силе. И вырвалось на поверхность всё то, что человечество, от чего человеческая цивилизация как-то старательно избавляется уже 2,5 тысячи лет. А со временем написания Ветхого Завета так надо и побольше. Первое – это нетерпимость. Второе – ненависть. Узкое мышление, нежелание, неспособность различать. И понимаете, человек же живёт как существо, живёт на эскалаторе, который постоянно едет вниз. Ему даже просто оставаться человеком, нужно делать определённые усилия. Чтобы развиваться, нужно делать больше усилий. Но в этот момент они поняли, что можно. Можно не делать усилий, чтобы оставаться человеком. Они рады. Отвратите. Давайте процитируем «Трудно быть Богом». Помните? Там это всё предусмотрено было. Цитирую. Специально зачитаю. Трудно. Мы не можем. Вот ровно про этот случай. А пока Алексей… Да, да, да. Говорить. Нет-нет, я просто хотела сказать, что нас смотрит 34 тысячи человек. Это Юлия Латынина, Алексей Арестович. Я призываю не забывать подписываться на наш канал. Не забывайте ставить лайки, потому что чем больше вас подписывается, тем шире раздаётся это видео. Подписывайтесь на канал Алексея Арестовича. А я, собственно, давала Алексею время найти цитату. Нашёл. Он пьянел медленно, но всё-таки как-то опьянел. А вернее, но всё-таки опьянел. Как-то сразу скачком. И когда в минуту просветления он увидел перед собой разрубленный тубок стол в совершенно незнакомой комнате, обнажённый меч в своей руке и рукоплещащих безденежных донов вокруг, то подумал было, что пора идти домой. Но было поздно. Волна бешенства и отвратительные непристойные радости освобождения от всего человеческого уже захватила его. Он ещё оставался землянином, разведчиком, наследником людей, огня и железа, не щадивших себя, не дававших пощады во имя великой цели. Он не мог стать руматоэстерским от плоти 20 поколений боеинственных предков, прославленных грабежами и пьянством. Но он уже не был и коммунаром. У него не было больше обязанностей перед экспериментом. Его заботили только обязанности перед самим собой. У него больше не было сомнений. Ему было ясно всё, абсолютно всё. Он уже точно знал, кто виноват. Он уже точно знал, чего хочет. Рубить наотмашь, предавать огню, сбрасывать с дворцовых ступеней на копья и вилы, ревущие толпы. Вот эта волна отвратительного и непристойного желания избавиться от всего человеческого в отношении русских и белорусов захлестнула Украину в достаточной степени. После бучи? Не после бучи. Самое тяжёлое и неприятное здесь в том, что бучи имело место быть. В том, что российская армия творит чудовищные преступления на нашей земле. А кроме того, они оправданы исторически. Ну, в смысле, не в том, что оправданы исторически, а оправданы для тех, кто хочет скинуть себе всё человеческое по отношению к русским. Потому что это там 400 лет, а если вспомнить первое сожжение Андрея Боголюбского в Киеве, то 800. Кроме того, есть примеры, что она творила то же самое в Афганистане, в Чечне, в Сирии и так далее. То есть, как бы, в Чечне, это типичный способ воевать. Все натерпелись. Валуевские указы, запреты украинского языка, голодомор, бла-бла-бла и всё остальное. Значит, и это всё правда. Так оно и было. А кроме того, огромное количество граждан России поддерживает, улюлюкает и радостно пишет в чатиках, что так вам и надо, когда в Виннице убитый ребёнок, королевский там и всё остальное. Это же правда. Их много. Их десятки процентов. И поэтому, но понимаете, что такое бы оставаться человеком? Это найти в себе способности различать. Тщательно отделять зёрна, плевел, даже если этих зёрен бесконечное количество. Вёдер, как когда-то золушки поступили. И как говорят йоги, кого можно брать в ученики, кто-то умеет базовую способность различать. Различать не хочется. Различать это означает быть человеком. А человеком быть тяжело и трудно. Книгу Стругацких можно было бы назвать не трудно быть Богом, а трудно быть человеком. На самом деле. И вот люди всегда, всегда есть люди, которые очень сильно хотят остановиться и не прилагать усилий, чтобы двигаться по эскалатору вверх. И обычно им нельзя. Их сковывают такую цивилизацию, общество, полиция, дисциплинарное общество, осуждение соседей, своих родных, да и какие-то внутренние механизмы тоже сковывают. Но когда образуется давление выше среднего, а надо понять очень важную вещь, средний человек совершенно не в состоянии выдерживать давление крупной европейской войны. Не в состоянии. Сейчас у нас еще одна дискуссия есть по поводу того, что власти не предупредили, после интервью Зеленского вчерашнего, что власти не предупредили о войне, а уж мы бы показали. Но как все показывали, подавляющее большинство я видел в начале войны, как бы да, поверьте. И как это, чтобы я был такой умный, как моя жена потом, говорят в Одессе, или чтобы я был такой храбрый, как они храбрые эти, сидели под лавкой, как эти самые, единственное, на кого можно положиться, это на военных и некоторых силовиков, и то далеко не всех, сбегали целыми управлениями. Так вот, да и по военным мы видим сейчас, что целое подразделение пишут видео, но там рассказывают, что мы не можем, там воли боссы, нас расстреливают и так далее. Так вот, я уже не говорю, как вели себя отдельные начальники, там это отдельная история. Так, к чему я все это говорю? Так вот, люди, которые говорят, мы бы все... А как сбегали, а как сбегали из бушники? Это отдельный разговор, как-то отдельно поговорим. Давайте я хочу, просто хочу закончить с этим. Так вот, с вашего разрешения. Так вот, история в чем, что, как бы, те, кто сейчас говорит, что вы бы нам сказали правду, мы бы все мудро поступили, мудро, умело, смело, выберено и так далее, они очень сильно себя льстят. Как они поступили, мы видели, и они видели. Им не пристыдно, в частности, за это. И много других травмирующих обстоятельств. Там побоялся, там не смог, там, значит, вот этот, как бы, сейчас не могу и прочее, прочее. И надо где-то прятаться. Прятаться от этого страшного давления. Легче всего прятаться в толпе от страшного давления. И легче всего прятаться в толпе, которая тебе разрешает быть слабым. А ненависть к хорошим русским и плохим белорусам это индульгенция на слабость и глупость. И очень много людей радостно это воспользовалось. Особенно мне жаль тех людей, которые искренне болеют за Украину. В Украине очень трудно найти человека, у которого семья не пострадала, голодомор, например. То есть поводы для ненависти, для рессентимента всегда есть. Но именно в том и выражается задача быть человеком, что даже имея такие поводы, многократно удержаться и не сделать этого. Не удержались. Отвратительная волна, как это, отказа от всего человеческого, захватила. И это самое главное. Очень хорошо продается на уровне дилеров общественного мнения, они же ломы. Многие из которых тоже так искренне заблуждаются, а некоторые из которых подумали, что как это, что это хорошо продается сейчас. Вот это надо дилерить общество. И там же профессора Могилянки, там же не обошел. Профессора университета у нас, вот у Андрея Бомейстера, у нас затравили за то, что он попытался объяснить, что не надо всех на одну ребенку, что истинная, истинная человечность заключается в способности различать. На него накинулись целые искусствоведы наши, профессора и так далее, которые прямо так и пишут, на данном историческом этапе высшая преданность Родине заключается в том, чтобы проклясть все русская, как бы, да, и всех, всех включая оппозицию, всех навсегда забыть, закрыться и так далее. Но я всегда вспоминаю такой хороший фильм, есть «Поезд на юбу». Вы не видели, нет? С Расселом Кроу в 2007 году. Там такой харизматичный главарь банды. У меня очень плохо с фильмами. Харизматичный главарь банды, объясняю, почему. Он пристрелил слабого и дурного этого самого. Он сказал, Билли был глуп, Билли был слаб, и вот теперь Билли мертв. Эти люди добровольно вступили на эту дорожку. Расчеловечивание никогда никого не доводило до добра. Понимаете, это просто, с биологической точки зрения, это очень плохая стратегия выживания. Потому что там, где не станут белорусы, и где станут русские, придется ставить украинцев. Кого? Вот этих самых главных и кричащих. Всех других тоже, но самых главных кричащих. И они оказались в очень неприятной ситуации. Они именами наших мертвых пытаются позволить, дать себе право быть расчеловеченными. Не понимая, что расчеловечивание их ведет к увеличению мертвых, друзей, родных, близких, именем которых они пытаются сейчас пробивать себе право на расчеловечивание. Но и их же, в конце концов, поставит этот строй, потому что расчеловечивание только раскручивает и увеличивает механизмы отрывания. Сотни тысяч тех, которые могли бы быть за нас, теперь не будут за нас. И им придется их заместить. Ресурсы, которые могли бы переправить россияне, белорусы, или просто не дать эксплуатировать против нас, мы будем замещать из своего кармана. Понимаете? Вот эти самые кричащие. И это, помните, как говорил Высоцкий, если настоящий дракон это глупость, жадность, предательство. И если закусила одна голова человека, то две другие дожрут его без остатка. Потому что слабость и глупость это замкнутый круг. И это не просто замкнутый круг, это спираль, спускающаяся вниз в инфермо. На эту дорогу нельзя вставать вообще. Потому что если ты на нее встал, любое последующее движение ведет тебя вниз. Стрела Аримана работает, если цитировать Ефремова. И вот эта стрела попала и пронзила. Слава Богу, у нас таких немного. Они просто считают, что они харизматичные, они просто считают, что они патриотичные. И в силу того, что они громче всех кричат, кажется, что их многое, но сильнее. Самое неприятное, что они туда втягивают честных ребят и девчат, которые честно пашут на фронте, честно пашут как волонтеры, честно пашут в тылу, везде, как каждый может. И вот я встречаю знакомых людей, у которых белесые глаза становятся, такие вот белесые. Человек, у которого фантазм захватил сознание. Которые вот говорим на любую тему, но хороших русских не бывает. Просто даже не произносите при мне эту фразу. И так далее. Я, как человек, увлекающийся психологией, вижу, что это и куда это. И понимаете, в чем проблема? Буча это не повод для расчеловечивания. Буча это повод для того, чтобы еще больше озаботиться тем, чтобы быть еще больше человечным. Есть такой замечательный фильм «В бой идут одни старики». И там же очень не считается этой главной темой. Там застряда очень на Смуглянке, на ПТРС товарища Камэска. И на подвигах, на то, что молодые летчики гибли часто, когда их не успевали запоминать по именам. Это была страшная молотилка. Но там на самом деле очень грамотный сценарий. И помните, там, когда девушки у них из эскадрили в гостях, они говорят, что встает кузнечик и говорит, я хочу, я о любви. Он говорит, я хочу, когда-нибудь люди, человечество должно сообразить, что ненависть ничего не создает. Создает только любовь, а ненависть только разрушает. И Камэска Титаренко ему отвечает, герой Советского Союза и лидер, формальный и неформальный. Он говорит, что любовью. Я говорю, мы вот так вот типа от Испании топали сюда с любовью. Вернее, от границы до Сталинграда. И от Сталинграда обратно топаем. И там я по этой маршруту без карты могу слетать, потому что тут тысячи ребят из второй поющей всех других лежит. И где-нибудь в Берлине на высокой стене, когда все это развалено, я напишу, с огромной любовью напишу. Развалина Мерекстага удовлетворена. Можно хоть домой с АД-опрыски. Так вот, Быков был достаточно сильным человеком, чтобы пройти между Сцилой и Харибдой, или это его герой, которого он сыграл, Камаститаренко, между любовью к Саддам, которую можно опрыскать и желанием развалить Берли. А напоминаю, что средний человек не обладает такой силой и не в состоянии выдержать напряжение войны. И он не может уже выбрать любовь, став однажды на другое расчеловечивание. Потому что солдат по-настоящему воюет, когда он воюет за любовь. Он закрывает страшную дыру войны, которая разверлась земля, и люди начали досыпаться в этот ад. Он закрывает своими телами. Солдаты уходят в дым, чтобы никогда не вернуться. Они своими телами закрывают эту дыру, чтобы туда не сползло еще больше людей, еще больше гражданских, женщин, детей и так далее и прочее. В этом уже с войны. Так вот, это высший подвиг. Этот подвиг нельзя сделать от ненависти. Это можно сделать только от любви к тем, кто за твоей спиной. Или, в принципе, любовь к жизни. Даже Сталин. Сначала был этап убия немца Эренбурга, а потом он сказал, через некоторое время товарищ Эренбург упрощает. Так вот, наши товарищи начали упрощать сильно раньше, чем надо было. И я хочу обратиться к хорошим русским и плохим белорусам и ко всем остальным будем сказать, что, поверьте, их громкослышным их не большинство. Не большинство все-таки. Это отдельные, кричащие. Главная беда не в том, что они кричат, а беда в том, что они втягивают туда нормальных в принципе людей, которые воюют из любви. Потому что хуже, чем воевать из ненависти, ничего нет. Это значит доподлинно проиграть той хтони, которую Путин поднял и сделал государственной политикой. Смертоубийство и мучение людей. Это проигрыш в выясненном смысле этого слова. А самое главное это попадание в тот же замкнутый круг. Поэтому, как вам сказать, Билли был глуп, Билли был слаб, и вот теперь Билли мертв. Эти люди убили сами себя. Они не... Как люди. Они могут прожить еще долгую жизнь, они могут победить Россию, дожить до 120, до 150, дай им Богу здоровья и всякое такое, но они больше не люди. Есть шанс вернуться с этой дороги снова, но понимаете, люди, которые кричат, что мы так воюем, они же даже воевать не умеют по вышеуказанным причинам. Умеющий воевать никогда противнику не отдаст ресурс, но сделает все, чтобы его на себя перетянуть. То же касается русского языка, то же касается истории и всего целого комплекса вопроса Украина, вот не Украина, а вот эти кричащие воевать не умеют и, видимо, не собираются побеждать. Придется побеждать вопреки им и их идиотским установкам. Поэтому, уважаемая русская оппозиция, знайте, что ваша роль понятна и белорусская тоже. Мы прекрасно понимаем, кто вы. Мы прекрасно понимаем, через что вы прошли. Мы прекрасно понимаем, что вы всталили. И не оппозиция, а просто огромное количество людей. Огромное количество людей. Которые существуют в Украине, они не обязательно должны быть... Я как раз меньше всего за оппозицию боюсь. Ее, в общем-то, если честно, никуда никуда не сошли. Оппозиция в том числе и огромное количество людей. Я напоминаю, что 28 февраля, четвертый день вторжения, в российских городах, в 36 городах проходит акция протеста, в которой принимают участие 136 тысяч человек. даже в нормальном обществе, не авторитарном, там, где почки тебе не отшибают, на бутылку не садят и не швыряют сразу в тюрьму со сроками 7-9 лет. Даже в нормальном обществе на протесты выходит только один из сотни людей, которые думают точно так же. В России, думаю, в авторитарном обществе и в Беларуси поболее. Как бы не один двухсотый. Но даже если это всего лишь один из ста, то это 13 миллионов 600 тысяч человек. То есть каждый десятый. Напоминаю, это четвертый день вторжения, когда люди еще под пропагандой верят в бандеровцев, верят, что это почти бескровная победоносная операция, которая наконец-то решит проблемы и так далее, и прочее, прочее. Поэтому как бы это каждый десятый россиян. Реально, даже тогда. Думаю, да и тогда было побольше, сейчас это сильно-сильно много. Поэтому здесь надо понимать очень важную вещь. даже если быть абсолютно циником и чисто макиявелевски подходить к вопросу. Абсолютный цинизм, ставка на страх, на подавление, на все остальное, на холодный расчет вопреки всякой человечности. Расчеловечивать хороших русских и плохих белорусов невыгодно даже с абсолютно макиявелевских позиций. Потому что это простая математика. Нам выгодно, чтобы была пятая колонна, которая разрушит врага и так далее, и так далее. То есть даже с этой точки зрения это невыгодно делать. Но они расчеловечиваются невзирая на проблемы невынка. Человек устроен очень просто. Я много раз это говорил и не устану повторять. Когда мы желаем смерти и ненавидим другого человека, мы не делаем плохо ему, иначе бы Путин Путин бы дня не прожил бы, правильно? Мы делаем плохо себе. Этот мир любопытным образом устроен, что когда человек желает зла другому человеку, он разрушает себя. Другого человека он не разрешает. Он даже здоровье ему прибавляет. Как сказали бы, индусы карму забирают с него на себя. Но суть не в этом. Даже если чисто макеавелевские подойти, как у нас некоторые пытаются, ну да, хороших русских не бывает, но давайте изобразим типа такие, знаете, доморощенные макеавели, провинциальные мефистофели, которые говорят, давайте изобразим, чтобы они наивно разрушили режим Путина нашими руками. Даже с этих точек зрения это очень невыгодно. Как бы так ставить вопрос. Вот. Ну, видите ли, некоторая эстетическая недоразвитость, цитируя в бою, идут одни старики, она подняла эту волну. И отвратительная радость освобождения всего человеческого, да, имеет место быть в нашем социуме. Но да, это не мейнстримная тенденция. Б, я думаю, мы не позволим стать мейнстримной тенденцией. А еще меня забавляют высоколубые интеллектуалы, которые говорят, ну так, значит, мы самая свободная нация мира. Мы самая светлая нация мира. Мы открыты всем, без исключения, кроме России. И это доходит до чего? Спор боумистера по поводу Брилова. Значит, у нас перебида вот улицу Брилова, боумистер заявил, что, значит, ну давайте подумаем вот о каких вещах. Брилов же выкупил Шевченко из рабства. Шевченко называл его в дневнике дорогим учителем и всякое такое, там, великолепным мастером, который манеру наследовал и прочее, прочее. Давайте, значит, как бы там, даже не сказал, давайте не переименовать улицу, сказал, вот есть такие факты. Боже, что тут началось? Немка, а отец-француз не помогает. Это имперский дискурс, это сволочи, которые так от затоптать и так далее, и так далее. Люди отказываются не просто от человеческого, а просто от элементарного разума отказываются. Но безумцы не побеждают. Цитирую разговор генерала со Штирлицем в поезде. Это разговор во всех учреждениях. Надо вот золотыми буквами выбывать на граните. Он говорит следующее. Фанатизм никогда не даст окончательной победы. Фанатики могут победить, но они не удержат победу никогда, потому что они устанут от самих себя. Тогда умные учатся на чужих ошибках, дураки на своих. Билли был слаб, Билли был глуп, и вот теперь Билли мертв. Продолжение следует...